Привлечь к ответственности застройщика намерены жители 30 домов Алматинского микрорайона Нуркент. Последней каплей стала пятничная непогода. В дождь и ветер посыпалась облицовка. Люди, к счастью, не пострадали, только припаркованный во дворе автомобиль теперь нуждается в ремонте. Огромный кусок стройматериала разбил лобовое стекло. Алтнышаш с Магулова вместе с жителями искала решение проблемы. В такой тревоге за собственную безопасность жители 30 домов Нуркента живут уже 5 лет, то есть с момента новоселья. Они жалуются на облицовку домов, которая после дождей разбухает, а от порывов ветра сыпется вниз. Были построены наши дома, еще в 2015 году сданы. Вот эта фасадная облицовка, которая на самом деле гипсовая, дождь пошел, после дождя ветер пошел, она все сметает все на пути. Мы боимся за своих детей, боимся выпускать, что завтра не дай Аллаху, пойдет нам кусочек, он разобьет голову сразу. Сейчас машина, а завтра люди будут. Это опасно. Мы гуляли, и такой небольшой буквально ветер был. Этого хватило, чтобы такая же стена вот настенная, она большая, огромная, как полдвери примерно, тяжелая. И буквально вот в миллиметре, в сантиметре буквально от нас ребенок был на руках, она упала прям под ноги, на плечи сюда, песок посыпался сверху. И буквально вот ребенка и меня чуть практически не раздавило этой плитой. А это итог пятничной непогоды – разбитое лобовое стекло легковушки. На нее упал кусок обшивки многоэтажки. Владельцы радуются, что в момент ЧП находились дома и сетуют на нанесенный урон. Ведь авто – единственный источник дохода семьи. Да, единственная машина, потом он доход нам приносит. У меня же муж не работает, на этом же как бы он ездит, таксует. Развозил девочку в садик, кого-то там, хозяина. Ну, в общем, в таком плане. Работаю вообще-то я одна. У меня сын студент. Владельцы разбитой легковушки написали заявление в полицию с требованием возмещения ущерба. Специалисты же советуют местным жителям застраховать собственные авто на случай ЧП, чтобы наверняка получить компенсацию и избежать разбирательств с виновниками. В данном случае очень хорошо поможет добровольное страхование автобильного транспорта. Именно по иным происшествиям, когда посторонние предметы падают на машину, повреждают кузовные детали и прочее. В этом случае страховая компания осуществляет страховую выплату. И даже если есть какое-то виновное лицо, уже самостоятельно этот процесс регулирует. Соседи же пострадавших все еще надеются привлечь к ответственности застройщика, так как прогулки в собственном дворе превратились в борьбу за выживание. Были обращения жителей, на что управление реагировало. Мы направляли уведомления подрядчику с требованием устранить данные замечания. Но они выполнялись частично. В настоящее время присутствует эта проблема. Специалисты управления намерены привлечь к ответственности застройщика. Компании, видимо, придется выполнить гарантийные обязательства и исправить дефектную облицовку. Дело направлено в суд. Вскоре состоится первое заседание. Алтуншаш Самогулова, Азамат Ауисханов, Елкунжан Ашимжанов, Телеканал Алматы. Только что жители того самого микрорайона Нуркен сообщили, облицовка фасада дома вновь упала и снова на припаркованный рядом автомобиль.